Всем хай! С вами Юджина и сегодня я предлагаю вам, друзья, прокатиться с ветерком в постапокалиптическом мире. Я говорю про игру Pacific Drive. По сути, эта игра, считай, The Long Drive, только с крутой графикой и с очень разнообразными событиями внутри игры происходящими. Я посмотрел трейлер и мое внимание было приковано к этой игре. Мне очень захотелось с нее поиграть вместе с вами. И, кстати, если вы не смотрели The Long Drive, о котором я упомянул, то внизу будет ссылка на плейлист или вот здесь будет подсказочка. А мы пока давайте пристегнем ремни и приступим. Я еще не запускал эту игру ни разу. Надеюсь, нас ждет что-то очень клевое. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними история про экстренность эвакуации, таинственные исчезновения и необъяснимые явления. Чертовы ученые, как всегда, все запороли. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова стеной и установить Олимпийскую зону отчуждения. На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец не закрыло все пункты пропуска. Широкая публика так никогда и не узнала, что произошло за стенами. За стенами, извините. Стенами или стенами? Договор или договор? Творог или творог? Графика мне напоминает... Помните игра, как и называлась? Firewatch, по-моему, называлась игра. Тоже оставлю ссылку в описании, можете посмотреть. Мое прохождение по этой игре было очень крутое. Олимпийский полуостров, 98-й год. Эх-ха-ха-ха-ха-ха-ха! К югу от внешней стены. Тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Короче, мы здесь будем ехать, рулить и разъезжать. При этом будем собирать и модифицировать нашу машину. Встречать мутантов, возможно. И какие-то странные явления. Та дорога закрыта. Мне кажется, здесь будет только один путь. Эта игра наверняка коридорная. Хотя было бы классно, если бы тут все процедурно генерировалось, как и в Long Drive. опа там какое-то большое здание наверху чем мы можем делать не знаю включить дворники интересно мне за это прилетит по правам а это не радио играть я хотел его переключить но ничего мне эта музыка нравится просто не хочу чтобы прилетела по правам за это ой как а сделана игра хорошо какая атмосфера хоть и понимаю что случилась катастрофа никого нету разруха полная но не всегда нравилось ездить в других странах особенно раз ездить так то я вождение ну типа я уже воспринимаю как что-то обыденное для себя но когда я в другой стране и у меня есть возможность просто сесть машину да поехать я кайфую максимально и сейчас я испытываю это чувство фары зи окей фары есть чё-то темнее становится а нет все нормально это просто мои глаза не привыкли осторожнее я боюсь каких-нибудь хочет что за звуки этой стены это это отсюда от стены доносится да погодь окей хорошо походу на бездорожье придется выйти что-то написано было на знаке не значит плохое и тревожное ой 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 что это за красная муть это что-то страшное у некая сущность некая блин сущность а тут можно нитро ускорение какое-нибудь нельзя это походу игра сама регулирует скорость вождения просто я жму на максимум о нет вся электроника вырубилась это не есть хорошо о засасывать в портал блин может сейчас я окажусь в каком-то неизвестном мире который будет генерироваться процедурно а мы все еще возле этой стены ой это все что осталось от моей машины олимпийская зона отчуждения это все что осталось от моей машины лети колесо лети к свободе прощай о какое говно о нет ничего мы соберем новую машину что-то что там о какое-то гравитационное поле меня засосало мне кажется в этом а я я я я я я туда нельзя не пойду хорошо меня в коцело я зря туда попер любопытство но меня убьет контрол пигнуться прыжок можно взаимодействовать с предметами пинок а хорошо пинаем я могу все пинать нет лоу меня кто-нибудь слышит прием а готов поклясться что я что неважно фрэнсис радар барахлит опять сколько еще ждать пока ты настроишь это рухлять смотрите машина фрэнсиса уже нет с нами так понимаю но у нас скоро появится новый друг этот мужик который говорит по радио а установить колесо хорошо это просто сама судьба она благоволит нам установить колесо но колесо там летало я его не захватил с собой к сожалению а вот колесо я поднимаю и надо зажать видать сюда нужно ставить такие шестеренки и болтики летят прикольно ну чё давайте гоу садимся вот даже компас есть что ж заводись неплохо дворники работают сигнал да точно сигнал вернулся на связи табая с барлоу и фрэнсис кук из промежуточной зоны сектора в меня слышно сигнал бедствия исходит из внешней зоны ты где-то в секторе е фрэнсис живо сюда да сейчас это срочно бросят этот интерфер на секунду там что то есть мы живой сигнал поймали как слышно прием эта штука вообще работает ладно давайте двигаться бесполезно без передатчика мы ничего в ответ не услышим кто бы там ни был не похоже что это кто то из местных неужели вторженец эй как тебе удалось пробраться за внешнюю стену в зоне уже много лет не было посторонних живых по крайней мере если мы не поможем тенденция сохранится верно подмечено меня слышно ты в большой опасности когда нестабильность сомкнется тебя перемелят быстрее чем кусок говядины в мясорубке ближайшее убежище в паре миль к востоку советую поспешить туда а я понял там два у нас друга появляется он назвал эту аномалию нестабильность можно бибикать кстати говоря очень прикольно нестабильно значит то есть это что сама материя реальности становится нестабильной и все ой 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 я увяз откачать топлива увяз ли я или у меня просто там не было бензина куда куда тормози блин ну-ка я даже газ дать не могу все все сдохло черт вот это оно как же мне откачать у меня есть какие-то необходимые приспособления для этого что это канистра она прилипла очень удобно какая-то козявка огромная межпространственная давайте откачаем а да у меня все это есть с собой на сто процентов откачали есть что это что это так пора валить отсюда мне кажется эй 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 стоп я же не завел твою мать чёрт запаниковал запаниковал но в жизни реально я бы так не затупил конечно же я щас умру стоп 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 придержите коней опять на спектроме ты самый сигнал тот самый сигнал я уже видел волну такой формы но где не может быть это отголосок невозможно и здесь сто лет не было посмотри на этот спектральный след и скажи мне что он точно совпадает со следом отголоска на что действительно стоит посмотреть так это на скорость которой движется вторженец погоди-ка если отбросить то насколько мало вероятность я бы сказал что он движется со скорой ну нет то есть мало того что вторженец нашел отголосок так еще и и машина мать честная в зоне столько лет не было рабочих автомобилей покопаться бы в его движке ой я пока читаю давайте вы сами читать будете окей потому что мне надо за дорогой следить а чёрт вкоцался ага живём живём всё хорошо чё-то как-то плохо едется очень придётся вы шипить эти ворота какую сторону правильно ли я поехал тут тупик туда дорога ещё блин что там опять произошло стоп ну колесо ну будь то проклято всё она отломилась до конца навсегда найти способ попасть в зданиях хорошо нашёл включить питание щёлкнуть выключателем вот этот что ли найти рюкзак на столе откуда я знаю что есть рюкзак кто там кто здесь в гараж кто-то проник у тебя пять секунд на то чтобы убраться отсюда иначе я ай голова я просто возьму рюкзак найти механическое око возле карты экстренное сообщение ээээ приём приём внимание это сообщение для доктора Офелии Тёрнер ваш гараж по официальному поручению касательной зоны направляется в Торженец мы имеем серьёзное основание полагать что данный индивид обнаружил отголосок принявший форму автомобиля и не упоминай отголосок ей до него нет дела а как я и сказал суперофициальное поручение касательной зоны согласно протоколу вы обязаны помогать Торженцу пока мы не организуем эвакуацию в случае отказа эту чистоту займёт полный пересказ лично мною написанных стихов а их за десять лет набралось на семнадцать томов этот голос как из гвоздомётов череп очередное вторжение значит как до вас всё не доходит что бюро эту трехсотметровую стену не просто так построила или ты из тех везунчиков которых сюда не по своей воле закинула хотя стой я только что вспомнила мне плевать как тебя сюда занесло тебе здесь не место так что я бы любезнейше попросила тебя убраться из моей зоны только вот внешняя стена одинаково хорошо не пускает внутрь и наружу придется найти тебе другой выход начни пожалуйста с ремонта машины только постарайся не разнести гараж своими хлипкими ручонками как ты ты знаешь какие у меня ручонки она видит меня откуда-то есть камера наверное что еще нужна помощь где-то в гараже лежит гарнитура надень ее встроенный датчик определит что нужно починить ладно похоже а это просто аккумуляторы ясненько гарнитура чё типа VR шлем это дополненная реальность итак ага И все будет в порядке. Хорошо. Внутрь. Внутрь это с этой стороны, наверное. Да, сюда нужно. Смотрите, у нас есть показатели здоровья и, судя по всему, радиация. Видимо, излучение какое-то. Мы будем иногда ловить. Не знаю, будет ли оно являться чем-то хорошим или чем-то плохим. В целом-то это плохая штука, радиоактивное излучение. Но кто его знает, оно здесь как параметр здоровья. Как будто броня, скорее. Стоп. Надо красиво заехать. Вот так. Что, выходим? А как выйти-то? А. Мы сначала открываем дверь, а потом выходим. Добавить в список дел. Кустарная дверь. Кустарная дверь. Открыть интерфейс гарнитуры. Это, типа, таб. О. Схемы. Значит, у нас есть в инвентаре канистра и больше ничего. Откроем схемы. Кустарная дверь. Это старый, потрепанный кусок железа можно открывать и закрывать. Еще он не пускает внутрь ветер и дождь. В общем и целом он со скрипом, да соответствует всем техническим параметрам, чтобы называться дверью. Хорошо, нам нужен металлолом, пластмасса, изолента и осколки. Закрепить в списке. Видимо, я закрепил в списке. Окей, большую часть барахла мы найдем, наверное, здесь. Стоп. Поискать монтировку в ящике с инструментами в гараже. Да боже мой. Вот, ремонтный набор. А это что? Изолента. Поможет. Открыть инвентарь. Хорошо. А, это получается мы берем... Ой. Берем в руку, наверное. Нет. Собрать предметы, достать монтировку. Как мне достать-то монтировку? А, вот оно как делается. Ясненько. Вскрыть. Барахло, барахло, барахло. А что это за барахло? Я даже не почитал. Где написано сразу, что это такое? Сигнальный огонь. Ага. И осколки. Недостающие материалы. Нужно найти в куче мусора у гаража. Оф. Мама. Мама! Что это? Что это? Там некая сущность внутри. Откуда красный свет? Неважно. А, от сигнального огня. Ясненько. Утилизатор. Давайте заберем, может быть. Окей. Что за утилизатор? Снять колеса, панели и двери сброшенного автомобиля. Утилизатором. Типа вот эти колеса. Эстетическое удовольствие, на самом деле. А, так красиво это все делается. Разлетается. Ладно, сейчас мы тебя полностью разберем. Ты станешь частью нашего автомобиля. И что еще? Еще есть колесо. А утилизатор, он имеет какую-то прочность? Он, кажется, имеет какую-то прочность. Да, у него топливо заканчивается, скорее всего. Ладно, давайте просто все соскребем отсюда, а потом соберем. Как-то так, это работает. Стоп. А ты? Нет. Создать кустарную дверь в гараже. Где workbench? А, тут с любой стороны можно подойти. Кустарная дверь. Создать. Кустарная дверь. Получено. И надо... А-а-а. У нас здесь двери и нет, оказывается. Ладно, давайте ее приделаем. Красиво. Классно. Я, получается, сделал идентичную дверь. С таким же узором ржавчины. Ладно, что у нас тут еще есть? Что это? Ремонтная паста. Хорошо. Это запаска. А-а-а. То есть места мне хватает. Я могу наслаивать предметы друг на друга. Нифига. Нифига. Ну еще давай вот так вот. Прикольно. Стоп. Ошибка. Предметы не закреплены. Могут быть потеряны. А-а-а. Отмена. Погодите. Нам нужно как-то более грамотно распределять все. И team management. Ой, что я сделал? Как это случилось? Оно как-то само распределилось. Я не против. Что это? Открыть инвентарь. Достать ремонтную пасту, говорит нам игра. Где? Где рем... Это ремонтная паста. Нам нужно... Давайте на единицу поставим пока. Вот. Починить автомобиль с помощью ремонтной пасты. Структурные детали. Это то есть... Смотрите, она заживляется. Ладно. Пусть будет так. Хамазню кинул так. Я как будто в столовой школьное пюре раздаю. Тебе вот на покушай. И тебе порцию добавки не проси. А, это полностью починитая кустарная дверь. Теперь вот это щины. Теперь у них фары. Погоди, а вот это что? А, уже я починил это все. Бампер давайте. О, у нас еще вот этой части нету. Ну, ничего. Все, машина починята. Починята ли? Задний бампер. Сканирование. И что, я просканировал? И зачем мне это? А, это что такое? Здесь должен быть багажный верстак. Схемы. Давайте посмотрим. У нас пока нет возможности сделать багажный верстак. В общем, мне нужно просканировать спущенное колесо. Окей. Левое переднее колесо. Правое переднее колесо. 175. Это давление показывается? Или нет? Нужно создать набор герметиков. Или заменить спущенное колесо. У меня есть запаска. Но я хочу научиться создавать герметики. Нужна изолента, резина и осколки. Нужно 3. Осколки. У меня все это есть. А как создавать-то? Или показывается, сколько нужно и сколько у меня есть. Резина 3. В инвентаре у меня резина 6. Ага. Это же на верстаке нужно делать все. Все. Мы создали набор герметиков. Вот какое колесо теперь новенькое стало. Ну давайте все так сделаем. А. Теперь нужно достать набор механика. Всегда, когда так много интерфейс, я чувствую себя полным дебилом. Не понимаю, куда мне смотреть. Левое переднее колесо. У него значок не закреплено. Нужно починить. Изолента. Нужна изолента. Где изолента? Может быть еще что-нибудь здесь есть? А, нет, нифига. Стоп, у меня же есть набор механика. Вот он. Вот так механики работают у нас. Подготовка к зоне. Оборудовать автомобиль. Как? Установить картонные коробки в багажнике. Какие? Вот эти? Хорошо, давайте их установим. Готово. Я так понимаю, это наш багаж. Где мы можем... Ага, мы можем хранить здесь запаску. И прочие материалы. Матировка нужна. Всякие смазочные штуки. Факелы давайте оставим при себе. Резина. Ага. А так. Установить в багажнике ремесленный коврик. А что, он не ставится? Просто швырнуло. Погодите, почему ты не ставишься? А, вот. Теперь поставился. А, да. Где-то в гараже должен быть мой адаптивно-резонансный конфигуратор. Для краткости арк. Подключи его. Это ты? Арк. Так, его нужно... А он прям рядом? Прямо рядом со мной будет. Вау! Какая крутая штука. Это чудо не только стоя на тебе проводником. Это твоя путеводная звезда. Единственное, что способно вернуть тебя домой в сохранности. Отец, сын и святой дух в одном корпусе. Надеюсь, я достаточно наглядно передала его важность. Я собрала его лично. Если сходу не помрешь, потом расскажу, что он еще умеет. Слушайте, а может быть мне надо ей помочь? Она же там явно... Пострадала каким-то образом. Ладно. Стоп, взять аптечки из шкафчика. Окей. Да елки-палки. Я взял? Или... Или... Из этого шкафчика. Ну, по-моему, я же здесь все взял. Да, я отсюда все забрал. Из какого? Станция первой помощи, она просто меня хилит. Что-то как-то ветерок пошел, и сильный дождь начался. Я еще не понимаю, где мне брать аптечки. Он говорит про шкафчик. Шкафчик здесь, он пустой. Оп! А, это свалка мне дает все эти предметы. Хорошо. Аптечка. Припасы взял. Сложить припасы для вылазки в багажник. В багажник. Багажник это здесь. Но показывает туда. Хорошо, давайте попробуем. Если вот я положу утилизатор в багажник, что-то изменится. Да! Окей. Канистра, сигнальный огонь, аптечка. Значит, сигнальный огонь тоже складываем. И аптечку. Найти схему шестеренки возле входной двери гаража. А. Схема. Шестерня. Ух ты. Так, я изучился, понял. Ударный молот. Ударный молот. Заполнить баг на бензоколонке. Это где? Это где? Это бензоколонка. А, прикольно так. А канистра-то у нас полная. Нажать на рычаг, чтобы зарядить аккумулятор. Так, а как мне теперь это убрать? Все, верни. Рычаг, это здесь. О, если все готово, посмотри на проекцию на стене. Что за? Составить маршрут. То, что ты видишь, это зона. Все, что находится в ее границах, больше не в состоянии сохранять первоначальную физическую форму. Другими словами, абсолютно все здесь постоянно меняет размер, форму, даже молекулярный состав. Одна миля леса может в одночасье стать десятью милями болота, и наоборот. И это происходит постоянно. Причина тому, так называемая нестабильность. Она здесь повсюду, и когда на твоих глазах она сожрет целую гору, ты поймешь, что с ней лучше не связываться. Выживаем мы здесь только благодаря карманам стабильности. Ты сейчас тоже находишься в одном из карманов, и можешь видеть их на составителе маршрута. Если надеешься выбрать из зоны, нужно собрать новую антенну. Без нее ты не сможешь определять безопасные маршруты за пределами текущего положения. Для антенны нужны компоненты, так что придется тебе покататься по зоне. Выбирай маршрут, арк покажет, куда ехать. Как будто бы они так оправдали только что процедурную генерацию левелов. Но я думаю, тут будет все запланировано, все же. Хорошо, выбрать точку маршрута выбрал. Удачи. Как выйдешь из гаража, поверни налево и следуй по подъездной дороге. Ага. Все-таки надо было заезжать передом сюда. Ну ничего. Окей. Что это? Оборудованные способности. И что это? Чтобы выбрать новую способность назад, что? Нету способностей никаких у меня здесь. Окей. Что-то не показывает. А, это север, юг, восток, запад. Приблизить 160. А не приближает мне карту? Я что-то не понял. Ладно, по ходу дела разберемся, думаю. Ну что? Блин. Неловко. Окей. Ну спасибо. Спасибо, подруга. А мы правда чувак, который просто здесь оказался случайно? Или меня затащило на эту сторону? Возможно, меня затащило. Загрузка! Мы как в фуллауте отправляемся в путешествие. Что ты от меня хочешь? Это как бы загрузка идет сейчас? Отправиться? Путь прогрузился. Мы сейчас будем до него ехать, или мы уже будем там? Радиостанция, спальный район, сырая чаша, внешняя зона. Читайте, друзья. Читайте, друзья. Первый на листе плазма. Плазмы литераны плазма-генераторами. Посмотрите на трейлер-плазма или спок-тавер. Это такие антенны, которые тебя запят, когда ты слишком близко. Двое всегда присоединяются плазма-генераторами. Хорошо. Орк-дивайс подходит на плазма-генераторах близко. Ну, это очевидно, генератор плазмы. Итак, собрать материалы. Да, подойдет, подойдет. Я понял, подойдет. Нам нужен ударный молот. Металлолом. Газовый баллон. Шестерня. Стоп, у нас что-то такое уже было. Шестерня у нас точно была. Есть. Это не то. Металлолом. Девять штук. Так, шестерня есть. Нужна еще одна, получается. И газовый баллон нам нужен. Хорошо, добавляем ударный молот в список дел. Она его просто перебила. Хорошо, будем все собирать. Посмотрим, что здесь у нас. Заперто. Обычно замок. Что нужно мне для него? Могу... О, отлично. Я что, я взял газовый баллон? Один газовый баллон есть. Нужна еще одна шестеренка. А мы можем их создавать, шестеренки? Шестерня. Для этого нужен металлолом. А, тогда, в принципе, мы уже все... Сейчас сделаем ударный молот. Создать. Ударный молот. Создать. Скажись, все. Вот такой вот он ударный у нас. Разбить генераторы плазмы и собрать материалы. Ладно, давай. Нифига себе. Вот эта штука была внутри. Все, материал собран. А, нет, еще вот это надо взять. Нужно пять таких генераторов плазмы. Но погодите. А, вон еще один. Владитель, тебе наверняка не терпится побольше узнать о подголосках, да? Нет, я даже не думала в этом. Давай ты не будешь мешать, а я тут пытаюсь жизнь спасти. Они должны знать, о чем они начнутся. Хорошо. Я тебе даю 60 секунд. Это не слишком много времени, чтобы... 55 секунд, и в порядке. Хорошо, хорошо, хорошо. Ремненанты, в short, они старые объекты, которые делают все разные вещи. Они собираются к людям, и ты, наверное, лучшая векция. Ты и машина сейчас нечастливы, поэтому пригодите. Когда ремнанты сборки к кому-то, они становятся вновьми более осознанными. Это берет в голове в голове в голове. Это берет в голове. Игра понимает, что долгие объяснения подбешивают, и я тоже так себя чувствую. Мне хочется, знаете, я думаю, что эта игра будет абсолютно спокойной, тихой, где мне не нужно ничего слушать, а просто ехать и как бы экспириенсить все, что происходит. Самому допирать до чего-то. Мне так больше нравится. Но выглядит пока все очень круто. Что это такое? Давайте просканируем. Что инструмент рекомендованный? Утилизатор? Окей, забрал. Что там за звуки? А мы можем туда наверх уйти? Нет. Тут какие-то лучи. Типа, что это? Мне бы свет. Это очень тускло все. Кажется, в этот дом... А, тут радиация. Осторожней. Точно никак нельзя дойти в этот дом? Стоп, еще здесь дверь есть. Черт, я не вижу даже деталей, потому что фонаря нету. У меня сейчас утилизатор еще сдохнет. Итак, нам нужно еще три плазменных генератора сломать. Здесь только два. Видимо, нам нужно просто дальше ехать. Собрать материалы. У нас еще есть задание. Собрать и создать запасные детали. А, ну это потом. Страшно. Опа-па-па-па-па. Что это? Что это такое? Оно кажется невраждебным. Оно выглядит, конечно, очень враждебно, но... Я прямо рядом, и оно ничего не делает. Может быть, мне не нужно в свет попадать? Возможно, мне не нужно попадать в свет. Хорошо, мы... Там что-то есть! Мне показалось... А, это еще одна штука летает. Я изначально подумал, что это какой-то великан ходит огромный. Вау, 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 вау! Как ты? Что-то от меня... Тихо! А, я машину поставил на пути. Быстрее, быстрее, быстрее! Давай-давай-давай-давай-давай! Мочи! Все. Там еще одна. Давай-давай-давай-давай-давай! Есть! Тут главное в нужный момент подходить. Стоп, давайте еще вот эту... Уничтожим. Быстрее, 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 быстрее! Все, няму собрал. Итак, нам нужно найти радиостанцию и собрать запасные материалы. Запасные детали. Давайте попробуем собрать. Во-первых, мне нужен будет, как его называется, новый утилизатор обязательно создать. Монтировка, наверное, не нужна. Запаску сделаем. Кустарная фара. Так, ремонтная паста и набор механика. Не знаю, считается ли... Ой. А что это такое за электрическое говно? Присосалось ко мне. Инстинентарь заполнен. Мы сейчас все положим. Мне не нравится этот. Это, видимо, статическое электричество просто. Одно, я прикоснусь. Ау! Пойди туда. Что это? Еще одна штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне не нравится этот звук. Что это? Ремонтная. Так, мы можем переложить вот это все. Сюда. Стоп, а это что такое? Ткань. Я могу одежду сделать? Электроника, изолента. Ну, ну. Ну, ладно. Все, остальное пусть будет здесь. Погнали. Куда-то мы едем. Че-то мы там найдем. Стоп. Стоп. А мы разве не отсюда? Такое ощущение, как будто... Не, мы не отсюда приехали. Просто похоже. Смотрите, это какая-то исследовательская зона. Опа. Плазма. Опа. Красиво. Хочу туда зайти, посмотреть, что там будет. О-о-о-о. Там что-то жуткое. Ща, погодите. О-о-о-о. Не зря я сюда пошел. Черт, тут нестабильность. Ща, давайте я успею забрать отсюда. Хорошо, все. И потом нестабильничай сколько хочешь. Стабильный якорь. А, если мы его уничтожим, то начнется нестабильность. О, как много всего. Можно как-то все сразу забрать одним нажатием? Перенести материал. А, все, отлично. Ну-ка, я могу его сломать? Какой прочный, стабильный якорь. Очень стабильный. Ой, я его сломал руками. Ну, мне он нужен был. Извините. Ладно, я поставлю обратно. Я поставлю обратно. Уже не могу, все. О-о-о-о. Ща, ща. Я домой. Где моя машина? Насколько нестабильным может быть это место? Вдруг, не знаю, оно там перестабилизируется в какой-нибудь суперкрутой отель на берегу моря. Такое может быть. Было бы здорово. Итак, нам нужно все вот это сложить. Звуки. Ой, летает. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отчего я коцаюсь? Я даже не понимаю. Я не увидел, где я коцался. Ой, что-то я тебя бросил, простите. Ой. Блин, мне не нравится это. Почему я не смог положить? Носить. Внимание. Носить только в руках. И куда мне его носить? Чёрт, закрыто. Чёрт, я не могу открыть? А, вот. Окей. Как-то светлее стало. Чёрт, я что-то вообще ничего не вижу. Ящик с инструментами. Всё, всё. Перенести. Спасибо. Что это? Радио. Окей. Мы можем просто, получается, музыку здесь послушать. О-о-о-о. Много ресурсов. Много ресурсов. Блин. О, нет. из него что-то льется как будто масло смазочное льется с него есть какой-то выключатель что там что-то было еще почему я не мог положить вот а это что так как здесь свет включить наверняка тут должно быть что-то такое что можно было включить свет приемник сломать ой выкинул случайно вот сломал не знаю для чего его сломал лабораторный компьютер может быть вот этим вот так так надела черт у меня 32 хп не нужно аптечка срочно значит я ее удерживать нужно бинт магический бинт надо понять до какого процента у меня восстановит до 82 неплохо неплохо погнали отсюда я рада что погодка стала приятной очень красиво выглядит все так какое-то новое место заправка что это люди радиостанция должна быть где-то на холме глаза на горизонт о боже мой давайте вот так вот станем а где у меня бедные люди подохли или это не люди это манекены очень странно ой 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 что произошло а кажется я врезался в манекены а где у меня бензобак да вот здесь мы могли бы подзаправиться окей стоп надо заглушить двигатель забыл опять слышите такой звук как будто кто-то машину пытался завести черт хватит погодите там была дверь ну-ка я надо сохранить обязательно так я смогу ли как-нибудь обогать вот же мы можем сложить нельзя сложить так можно вот так сделать пока что а запаску в запас нельзя положу положу к себе вот так нет неправильно вот так смотрите отлично все уместил теперь мы можем вот это перенести перенес вот так вот грамотно я делаю все по жизни и здесь на заправке просто какой-то барахло лежит на самом деле она меня особо-то и не нужно пока что сейчас у меня машина в порядке здоровье у меня почти что полная пожалуй мы наверное должны на холм поехать во мы теперь наконец-таки приближаемся а и получается мы не можем двигать до камеру нет можем мы можем вот радиостанции нам сюда надо ну что ж поехали только надо быть осторожным потому что тут всякое нестабильное говно о я я же потерял тот ту сферу стабильную для якоря я не знаю как называлась забыл в общем я ее потерял забыл про нее но она наверное и не нужна мне особо вот радиостанция недалеко оказалось это хорошо немножечко плазмы ну чё у нас опять темень но я не могу так и могу когда так темно хочешь сказать что мне придется сделать сигнальный факел я не могу его сделать кстати говоря у меня в машине есть но если я сейчас его зажгу все его просрал сделать я их не могу так что не будем этим пока заниматься так давайте только я чё-то не понял я нашел радиостанцию это же она это же она это она ой я же сразу же лишил ее питания когда сломал этот плазменный аккумулятор блин чё ты хочешь теперь от меня игра радиостанцию нашел да все хана я могу сделать новый 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 генератор пожалуйста неловко-неловко-неловко может быть мне вот сюда все-таки надо очень хочется верить что это не то что мне нужно было вряд ли бы мне конечно позволили бы сломать сюжетную станцию которая важна для нашего дальнейшего продвижения чёрт заносит заносит ай-ай-ай-ай-ай мы лучше по дороге поедем чем это за штука такая просто кусок земли выдвинулся ой Ой-ой-ой, осторожнее, здесь надо быть. Блин! Надо смотреть на дорогу. Как мне сюда проехать-то? Что это? Еще какие-то частицы летают в воздухе. Ай. Смотрите, вот, мы сейчас как раз-таки сюда и приедем. Та дорога закрыта полностью. Тихо. А, мама! Ау. Извините. Такая машина чувствительная, сразу все ломается. И мы здесь. Добро пожаловать, посетители. А, и инопланетяне нарисованы. Ладно, заезжаем. И что ты хочешь от меня? Собрать компоненты с антенны радиостанции. Так, радиопередатчик взял. Шевелись. Нестабильность растет с каждой секундой. Вот только по той же дороге нельзя вернуться. Еще один приятный эффект нестабильности. И вот тебе и пригодится арк. Он может вернуть тебя в гараж, но сперва надо его зарядить. Окей. Для этого ищи якоря. Обрати внимание на экран. Ладно, там отмечены все якоря поблизости. А-а-а. Черт. А у меня он уже был заранее. Я его потерял, представляете? Ладно, давай сейчас посмотрим. Экранчик покажи, где якорь есть. Ближайший вот здесь. То есть, получается, мы поедем сейчас. И где-то надо вот тут вот найти в лесу его. Тест. Что? Журнал. Играть. Что за прикол? Играть. В журнале. Я ничего не понял. Что нужно было? Ладно, давайте поехали отсюда. Как-нибудь вот так вот сократим. Аккуратненько. Вот, хорошо. Машина не новая, все в порядке. Мы даже не покоцались. Ничего не сломалось. Стекло не треснуло. Фары работают. Я чувствую себя прекрасно. Сейчас мы лесом поедем. Вот так вот осторожненько. Видите, мы уже возле якоря почти. А, якорь вообще вот здесь. Он тут. Сейчас, секунду. Пристали. На ручник, конечно, чтобы машинка не укатилась. Че за... Так, у меня радиопередатчик лежит. И надо его пока выбросить, наверное, может быть. Не знаю. Ладно. Сначала так сделаем. Забираем якорь. Куда радиопередача здесь? Окей. Извините, простите. Сейчас. Я быстренько. Вот, скормил. А это я заберу. Простите, 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 простите. Простите. Моя машина. А-а-а. Поехали. Поехали. А-а-а. Черт. Щена пнет мне. Напнет. Я уехал. Извините. Ой, я дверь не закрыл. А, наверное, уже ее и нету. Опасность. Машина в опасности. Покоцали. Гады. Погодите. Че, реально дверь снесло? О-о-о. Ладно, я, кажется, же новую там доставал. Да, у меня целая дверь есть. Экипировать. Сейчас мы тебя установим. А-а-а. А-а-а. Не ставится? Блин. Как так? Беда, конечно. Итак, что же ты от меня хочешь-то? Собирать якоря, пока арк не зарядится полностью. О, мне нужно их всех собрать. Прямо здесь рядом еще один. Я думаю, я прям пешком дойду. Думаю, здесь все спокойно. Думаю, мне ничто не угрожает. Я думаю, я просто спокойно возьму. Конечно, плохо, что я собираю якоря. Ведь стабильность нарушается. О, смотрите, какая-то прикольная избушка. Сейчас мы туда сходим. Кушай. Кушай. Молодец. Арк заряжен и готов к запуску. А, все, хорошо. Он все... Как только ты откроешь дверь в гараж, все будет нестабильно, получается. И тогда будет действовать очень быстро, очень осторожно. Осторожно. Мы не можем зайти сюда, кажется. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Тихо. О, кольнул меня. Он забрал мою монтировку. Он забрал мою, мать его, монтировку. Скорее садимся. Мне здесь не нравится совсем. Так, метки убрать. Выбрать координаты врат на карте. Активировать врата. Как? А-а-а. А-а-а. Так. Можно ехать, говорят. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Поставил метку? Почему метку не поставил? Метку! Хрен его знает, почему метка не поставилась. Ладно, поехали так. Карта все равно у меня справа, я смогу смотреть. Правда, я буду отвлекаться от дороги, но ничего. Мы едем прямо четко. Что там у нас? Все нормально. Все стабильно. Я стабилен. Мое эмоциональное состояние стабильно. Ау. Немножечко машина нестабильна. А, вот это огромный желтый луч. Мне ориентир по карте даже уже не нужен. Давай. В гараж. В гараж. Квантовый скачок. Неу. Ну надо же, тебе удалось вернуться. А я была уверена, если уж не зона, так путешествие через врата тебя точно прикончит. Что, я разве не упомянула, что ты первый человек, который ими пользуется? Конечно, до тебя я уже отправляла через них мышей, так что в каком-то смысле они испытаны. Вместе с тобой должны были вернуться и все ресурсы. В этом вся прелесть врат. Только через них можно вернуться, не растеряв нашу Т. Тащи все детали в подсобку, так и быть. Позволю тебе на время пользоваться моим фабрикатором. С ним ты сможешь собрать кучу полезных вещей от багажников для крыши до сигнальных ракетниц. Антенны из... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Окей. Заходим. Заезжаем. Учите, я, конечно, этим гаражом уже давно не пользуюсь, но это не значит, что там можно все крушить. Сломаешь что-нибудь, пулю улетишь на мороз, как аномалия. Мы друг друга поняли, а? Мы друг друга поняли. Сейчас полечимся. Друзья, я думаю, на этом мы с вами закончим. Как вам игра? Хотите ли вы, чтобы я дальше в нее продолжил играть? Ставьте лайк, все зависит от вас, на самом деле. Пишите комменты. И увидимся в следующем видосе очень скоро. С вами был Юджин. Спасибо всем большое, что составили мне компанию. Мне было, как всегда, очень приятно. Всем поцелуев, всем обнимашки и всем пять!